Когда мы выезжаем из Первалки, то есть по направлению от Ниди к Лайпиди, примерно через 2 километра находится дюна. Всего таких огромных дюн, которые стоит посидеть на Курской косе, всего 3. Вот вторую мы сегодня решили посетить. Дорога занимает до дюны примерно 1 километр. Примерно, на вскидку. Но море дует небольшой бриз, поэтому не так жарко, даже если на улице будет плюс, допустим, 25. Такое информационное табло перед долгой дорогой в дюнах, которое рассказывает, где находится дюна, как она формируется и сколько на ветров. Получается, самая высокая точка 59 метров над уровнем моря. И она закопала деревню Наглю в 1834 году. Все-таки удивительно то, что находясь в Литве, это фактически центр Европы, ты можешь побывать в настоящей пустыне. В такой самой пустыне, в которой, например, снимали в советское время фильм «Белое солнце пустыни». Сценку там, где Абдуле наливают воды, если кто видел, было снято именно здесь. Хорошая штука, если вы занимаетесь спортом, если у вас диета, система похудения, очень рекомендую в сезон приехать в настоящую пустыню. Да еще, как в нашем случае, не взять бутылочку воды. Ой, это впечатление заполнится вам точно надолго. ПОДПИСЫВАЕТ Мы с вами находимся в настоящем песочном заповеднике. Это единственный заповедник в Восточной Европе. И основная задача – цель сохранения дюны. Здесь она действительно охраняет. Наиболее красивый из них – это белые дюны. Они находятся за моей спиной. Но чуть дальше видно серые дюны. Серые дюны хранят страшную тайну. И страшная тайна их заключается в том, что были годы, когда скорость перемещения песка составляла 15 метров над уровнем моря в год. Средний дом, высота деревенского дома примерно 7,5 метров. Поэтому за полгода дом могло занести полностью. Соответственно, когда начиналась стихия, люди не всегда успевали покидать свои дома. И вот ровно как идет снежный буран, снежная стихия, и дом потихонечку замывает снегом, точно так же его может замывать и песком. Соответственно, не все люди, скорее всего, покидали свои дома успешно, и их засыпало вместе с песком. Поэтому на Курской косе, вот в этой части, где мы находимся, под песками погребено 4 деревни. Вполне вероятно и вполне возможно, что когда-то опять ветер изменится, и с такой же скоростью стихийно эти деревни точно так же могут выйти из песка. И поэтому человечество получит уникальные деревни, которые примерно на 200-300 лет спрятались под песками, и потом природа отдаст их обратно. Это будет действительно поистине уникальная находка, но сейчас под нашими ногами погребено 4 деревни, и мы можем только об этом сожалеть. Это место там, где находятся серые дюны. Здесь наглядно видно белый песок и серые дюны. Серые дюны – это дюны, которые примерно 15-20 сантиметров уже обросли такой небольшой травой, и вполне возможно, что они закрепятся. И если посмотрим ближе к морю, то, что интересно, здесь море не такое соленое, здесь даже люди берут из этого моря и поливают газоны. То есть вполне возможно, что когда-то природа восстановится и восстановит свои силы. Ну, например, белые дюны станут серыми, постепенно произрастать будет растительность маленькая до метра, и потом она превратится в лес. Но опять же, возможно, в силу необычной жары в этом регионе и в силу большого, постоянно дующего ветра, в случае небольшого пожара, опять же, этот лес сгорает, и ветер с песком делает свое дело и опять отвоевывает. Таким образом, здесь идет постоянная борьба природы, постоянная борьба за выживание. Поэтому в этом регионе вы никогда не встретите высокой сосны, такой, которая есть на материке. Здесь низкорослые сосенки, которые постоянно борются за выживание. Периодически раз в 15-20 лет здесь происходит большой стихийный пожар, который практически невозможно потушить, в силу того, что сюда очень трудно дойти техники, очень сложно ввиду того, что большая скорость ветра. И поэтому, к сожалению, такая вещь, она случается. Более того, здесь мы не увидим домов, то есть люди не живут внутри территории косы, потому что в случае пожара у них не будет фактически шанса на спасение. Но природа получила уникальный заповедник прямо в сердце Европы. Здесь вполне развиваются себе животные, например, кабаны, лоси. Здесь живут в такой комфортной среде, что они могут выходить к человеку, они могут разрешать гладить своих детенышей. Они настолько не такие животные, которые, например, находятся на материке. И это уникально. Опять же, тут есть уникальные виды птиц. Здесь происходит миграция птиц, и за сутки здесь может пролетать до 250 тысяч птиц со всех концов земного шара. Коса очень важна для них, потому что здесь они могут передохнуть и продвигаться дальше. Здесь есть, опять же, огромный резервуар рыбы, ценные рыбы, которые необходимы для этого региона, для развития. Ну и не будем забывать о идеальной туристической составляющей, потому что люди фактически не нужно ехать в Африку, они могут приехать сюда, как можно видеть, и насладиться этой Африкой здесь. Собственно говоря, за этим сюда и едут. А стоимость посещения этой дюны составляет 2 евро для взрослого. Дети заходят бесплатно. Здесь вы также увидите порядка десятка растений, которые занесены в Красную книгу, ну и редкие животные. Здесь можно наблюдать в открытой среде за цаплями, пеликанами, аистами, ну и множеством других птиц. Поэтому гора очень комфортна, очень немноголюдна, как ни странно звучит. И что мы еще можем видеть? Вот эти ограждения, которые находятся здесь. Дело в том, что один человек, пройдя по этой дюне, уйдя за ограждение, просто пройдя туда и назад, может переместить своими ногами несколько тонн песка. Если пройдет группа китайцев в ту сторону и назад, то это порядка 100 тонн песка в сутки. Это непоправимые исчерпы, и природа после такого может восстанавливаться длительные месяцы. Поэтому здесь строго все ограждено заборами. Людям показано, каким образом защищаются от того, чтобы дюна росла больше. И, соответственно, есть дюны, которые находятся в покое, которыми занимается природа. И есть дюны, где позволительно ходить туристам. И они всегда будут вот такими белыми. Но с каждым годом их становится меньше и меньше. Опять же, повторюсь, до тех пор, пока пожар не застенет врасплох эту местность. Ну что же, я вам показал еще одно интересное местечко. Если мы едем из Клайпеды, из Дельфинария в сторону Ниды, обязательно заскакивайте и любуйтесь. Здесь действительно очень комфортно. Это место рекомендовано для детей, не рекомендовано для инвалидов, для людей пожилого возраста и для людей с избыточным весом. На сегодня это все. С вами был Владимир. Пока. До новых путешествий. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»